Многие СМИ сейчас говорят о том, что мы отмечаем, ну вернее не отмечаем годовщину, мы ее вообще не отмечаем. Но смысл в том, что Зеленский год пробыл у власти, какие итоги всего этого и так далее. У нас в республике много есть, скажем так, компетентных ведомств и спикеров, которые могут высказаться по поводу именно политической составляющей. Очень много было заявлений, кстати, и от первых лиц государства, и от главы, и от МИДа, что ничем не отличаются на самом деле Зеленский и Порошенко. А напомню, с самого начала все боялись именно этого, потому что Зеленский выиграл с преимущественным, с огромным преимуществом у Порошенко, выиграл именно в том формате, что он дал намек, что я, дескать, буду альтернативой, я буду не такой, а вот он был плохой. Сейчас понятно, что это вообще одно и то же, это всем очевидно, это много раз было сказано, и поэтому на этом концентрироваться не хотелось бы. А сконцентрироваться хотелось бы на том, что вот самое главное для Донбасса вещи – война. Остановил ли Зеленский войну? Нет, не остановил. Более того, за тот период, который мы не виделись с зрителями вашего YouTube-канала и за тот период, который мы не записывали ничего. Был очень интенсивный период обстрелов со стороны Украины, которые закончились тем, что руководство республик и ЛНР, и Донецкой Народной Республики разрешило военным отвечать адекватно, то есть на подавление огня. А до этого в одну неделю было пятеро детей ранено. Но это вообще уже никак не смешно. Погибают мирные жители. То есть это все уже при другом президенте происходит. И вот несоответствие вот этого образа и, скажем, созданного при выборах и реальной политики, оно продиктовано все тем же, чем были продиктованы, собственно говоря, все действия Порошенко – тем, что Украина вообще крайне несуверенная страна. То есть Украина… Вот сейчас как раз рассматриваются эти скандальные пленки насчет переговоров Порошенко с американскими кураторами о том, кого поставить, кого снять, какие предпринять действия, кто кому сколько занес там и так далее. То есть это все прям в прямую обсуждается. И это и на американскую политику влияет. То есть вообще Украина стала таким… За год президентства Зеленского стало понятно, что Украина окончательно токсичная вообще вещь, с которой в принципе вообще нельзя никак работать. И, ну, я надеюсь, что это будет понятно главным образом тем, кто занимается выстраиванием внешнеполитической повестки в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки. Потому что скоро в Америке будут выборы новые, Трамп хочет опять быть у власти и так далее. И все те штуки, которые с ним… Все эти свиньи, которые подложили ему украинцы за время президентства Трампа, я думаю, это все будет учтено и не будет прощено, скажем так. Но меня больше всего интересует в президентстве Зеленского тот факт, что Украина окончательно превратилась в государство полного такого киберпанк-постмодерна. Извините за заумность, но получается, что вот реальная жизнь на Украине, все нищает, 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 становится все хуже, вообще все становится хуже. Падает жизненный уровень населения, все больше людей уезжает там работать за границу и так далее, и так далее. В это время СМИ говорят совершенно какие-то обратные вещи. И самое забавное, что находится кто-то, кто в эти вещи даже верит. И параллельно с этим происходит… Ведь за счет чего произошла победа Зеленского в свою очередь, в свое время. Она произошла потому, что они очень активно работали в социальных сетях. Они классных нанимали там всяких пиар-менеджеров, там у них телеграммом занимались специальные люди. У них была специальная команда, которая другими соцсетями по сегментам занималась. Это очень грамотно все было выстроено. То есть специалистов, технорей, которые обеспечили победу Зеленскому, они нашли великолепных. Но все то, что было сообщено в соцсетях, совершенно никак, никакого не имеет отношения к реальной жизни. Особенно видно, и кстати, очень любопытно то, что Зеленскому это настолько тягостно. Во-первых, у него видно, как за год уже сточились там черты лица. То есть видно, что человек переживает огромное количество внутренних стрессов. Наверное, эти внутренние стрессы подталкивают его к тому, что ему трудно воспринимать эту реальность адекватно. Потому что его поведение на последней пресс-конференции, на которой как раз подводился год итога его президентской деятельности, он там вел себя абсолютно неадекватно. Отпрашивался пописать еще какие-то вещи. Ну то есть это вот я понимаю, если это делает комик во время стендапа, это нормально. Но он же уже как бы не комик, и он хорошо должен это понимать. То есть у него совершенно другая вроде бы как судьбина. А при этом как бы, ну все заканчивается вот этим вот хорошим мемом, который обошел интернет, там где лжайка в Мариинском парке, стоят вот эти вот надпись вот эта Зе, и собственно ее описывает собака. Вот это вот самый лучший, самый емкий вывод из того, что произошло за год президентства Зеленского. Но это если так, там шутки шутить. А если шутки не шутить, то на самом деле ничего хорошего ждать не приходится. Потому что внутри Украины продолжает работать очень агрессивная повестка. Потому что эта повестка агрессивная, украинская, она приводит к тому, что все больше молодежи, которые все-таки остаются внутри Украины, попадает в единственную, в единственно возможную там оппозицию. То есть украинскую националистическую оппозицию. За год ничего не было сделано в плане того, чтобы обуздать националистическое движение, навести с ним какой-то порядок, призвать их к какому-то вообще адекватному поведению. Это все сделано не было. Нацики себя как чувствовали на Украине прекрасно, так и чувствуют. Но правый сектор переименовался там в организацию с названием Основа Майбутнигу. И что изменилось из-за этого? Они что, перестали быть ультрарадикалами? И меня пугает одна вещь откровенно. Тут как бы много есть знакомых на Украине, вот у них есть дети. Мы с ними общались с этими детьми, когда им было там 5-6-7 лет. А сейчас вот сколько лет идет конфликт, им соответственно 13-14-15. Еще пройдет годика три и эти дети могут быть призваны в армию. Я хочу спросить у украинской части аудитории. Когда ваши дети, которым будет по 18 лет, когда они придут сюда на Донбасс и их начнут убивать, а они придут сюда, чтобы убивать нас, и поэтому их тоже будут убивать. В этом кто будет виноват? Это мы будем в этом виноваты? Потому что вы к нам лезете для того, чтобы навязать нам свою повестку, мы не хотим с вами с такими жить. Кто в этом будет виноват? Система украинская. Вы постоянно пытаетесь поменять то одного президента, то второго с Януковичем. С этого же начиналось. Нам Януковича ненавидели больше, чем вы. И что? Поменяли Януковича? Получилось у вас? Почему на Украине даже умные люди, получившие несколько высших образований, знающие несколько европейских языков, много таких людей на Украине, которые живут в разных украинских городах. Почему вы не задаете себе эти вопросы? Почему все равно оказывается, что виноваты мы? Причем здесь мы вообще? Причем здесь Донбасс? Причем здесь Путин? Ваши юноши здесь гибнут, потому что на Украине нет другой работы, и потому что вы позволили забить мозги своим сыновьям? Они сюда пришли, им оторвало ногу, или их тут убило, или они с сорванной башней, убийцами, садистами и насильниками вернулись домой. В этом вы виноваты, ребята, вы. Это ваша кохлятская проблема. Ешьте своего зеленского. О, вот так вот.